Мы, как всегда, с молитвой в сердце, мы с вами продолжаем нашу невростую тему, поиск мыслей заповедей. В данном случае мы заняты с вами заповедями субботы, так как они видятся через Талмуд, через Мишну трактата шаббат во второй главе, не во второй, а в седьмой главе, во вторая Мишна, там перечислены работы. Я немного напомню о том, о чем мы говорили, очень-очень кратко, и постараемся пойти с вами дальше. И опять же, просьба, можно перебивать, можно задавать вопросы по ходу дела, в крайнем случае, если мне покажется, что это не совсем вопрос по теме, то мы пойдем дальше, это в самом крайнем случае. Открываем с вами вторую Мишну, и я немножко ее поправил. Как вы видите, мы говорили, да, что здесь, а вот отцы работ, но я поправил на прототипы, как мы с вами видим, то есть те работы, из которых можно вывести другие запрещенные в субботу действия. И я напоминаю, что эти прототипы работ, они учатся из тех работ, которые выполнялись при создании Мишкана, переносного храма, который фактически является как бы наиболее такой четкой, наиболее яркой моделью мира. И поэтому работы, которые выполнялись при создании Мишкана, они служат прототипами тех работ, которые, скажем, подобием или, скажем, материалом, так скажем, исходным материалом для выяснения подобия тех работ, которые совершал Всевышний, когда творил мир. Мы говорили, что работа 40 без одной, для того, чтобы подчеркнуть, что есть одна работа, которая бесполезна искать прототипы в нашем мире, подобия в нашем мире мы не найдем, подобия — это творение из ничего. Все остальные действия, которые делал Всевышний при создании мира, это преобразование одного в другого, преобразование той, как бы, про материи, которая возникла из ничего. Но творить из ничего человек не может, даже не может найти подобия в этом мире такого действия. И мы с вами говорили о работе «Сеятель», что это создание растений, подобно созданию растений Всевышним, и пахарь — это подобно приготовлению почвы, сотворению суши. И даже если суша творилась как очищение, скажем, устранение воды с земли, то также и здесь понимается работа. Пахарь, она разбивается на несколько работ, не только сделать землю пригодной для того, чтобы засеять хотя бы одно зерно, размягчить эту землю, но и убрать камни, расчистить почву для того, чтобы на поле можно было засеять. Это также относится к работе пахарь, приготовлению почвы. Женец, я напоминаю здесь такой момент, что сбора урожая нету, когда Всевышний творит мир, но мы говорили о том, что и ограничение действий каких-то сил, оно также является действием Всевышнего, относящимыйся к творению мира и определяется именем Шадай, которое как раз соответствует Субботе. И поэтому жнец здесь это тот, кто, скажем, прекращает рост растения. Напоминаю, что работа с точки зрения Тора является запрещенной только в том случае, если человек отламывает зеленое растение, растение, которое уже не нуждается в почве, и человек его отламывает с точки зрения Торы, он не… может быть, запрет мудрецов, но с точки зрения Торы он не нарушил никакого запрета. Так что мы понимаем, что прекращающий рост растения, противоположное росту растения, силы роста растения, действие, которое прекращает рост растения, оно также является запрещенным, то есть еще раз есть сила растения, сила роста, которую творит Всевышний, и есть прекращение этой силы роста, ограничение этой силы роста, которая также является действием творения, ограничение физических сил. Вот, и вяжущие снопы, собирающие в одно место, да, и что, что, может быть, мне хотелось отметить из того, что тут много можно отметить, да, это работа на долгие-долгие часы, вот, работа пекарь, да, выпекать, делать сюда же относится и варка, работа, которая на иврите называется «Бешуль», запрещенная в субботу, это взять какой-то продукт и, если говорить о галахе, довести его до 2-3 готовности, то есть, скажем, картошка, которую с трудом можно есть, но все-таки она немножко недоварена, но все-таки сведобная, вот, довести ее до такого состояния, это тот запрет, который есть в субботу. Но, если, это то, что обычно говорят, но есть и другие моменты, изменить, скажем, консистенцию материала, сделать его прочным при помощи огня, да, то есть, обжиг кирпича, допустим, также относится к работе выпекать или варить. Мы понимаем, что общие правила, которые за этим стоят, это фиксация формы, да, мы много говорили о моменте замесить, взять отдельные частицы и объединить их в одно целое. Оказывается, есть следующий момент из этих отдельных частиц, объединенных, уже объединившихся в одно целое, придать, зафиксировать форму, да, это работа выпекать при помощи огня. Вот, теперь у нас есть интересная работа красильщик. Мы, с одной стороны, не видим с вами в Торе, чтобы Всевышний создал, создал цвет и свет, свет или разных оттенков, или цвет. Мы этот момент не видим, но интересно, что не только через Берешит раскрываются моменты творения, но и с Таилим через псалмы царь Давид также говорит о каких-то моментах творения, которые как бы остались за кадром, да. И вот в 36-м псалме царь Давид говорит им, ибо у тебя источник жизни, а в твоем свете виден свет. Он очень интересно говорит, что, скажем, есть два света, есть первозданный свет, который источник жизни, который сам по себе, можно сказать, дерево жизни, прямая непосредственная связь со Всевышним, который сам в себе является источником жизни. Там, конечно, нет никаких оттенков, он не разлагается, и он не воспринимается глазом, как обычно, как обычный свет воспринимается только душой, дает силу душе, да. А вот в твоем свете виден свет, в твоем свете солнечном обычном виден свет, видны оттенки света. Давайте мы с вами поднимем еще один файл, да, и мы здесь с вами увидим, вот, я пытаюсь перенести эту картинку, если вы ее видите, да. Да будут светила на своде небесном, чтобы отделять день, чтобы отделять день от ночи. Всевышний создает светила. Чем светила отличаются от того первозданного света, который мы с вами видели в самом начале сотворения, да, в самом начале сотворения Бога и неба и так далее, и так далее. Вот мы с вами идем в начало, и сказал Всевышний, да будет свет. Он сказал, что будет свет, а здесь да будет светило. Очень интересно, свет, который первозданный, он не связан ни с какой материей, он напрямую, как бы напрямую связывается со Всевышним. А вот светило – это свет, который исходит из материальных объектов. свет, который является источником жизни, он не связан никоим образом с материальными объектами, он сам по себе как бы не является даже творением. Он существует вечным, он просто проявлен в материальном мире, вот поэтому сказано, да будет свет, и нету никакого источника света материального. А здесь есть светило, да, когда возникает светило, то царь Давид говорит, в свете твоем виден свет, есть оттенки света, да. Вот есть разные оттенки света, есть спектр света, это как бы отдельное творение, краска, свет, который возникает, когда возникает светило, или, скажем, свет, который связан с материальными объектами. Мы знаем, например, что когда свеча горит, у него есть оттенки света, любой свет, который является, связан с материальными объектами, у него будут обязательно разные уровни и разные оттенки. Да, и в этом плане есть вот такое творение, которое выделяет Мишна, творение краски, творение света разных, творение света разных уровней. В связи с этим мы можем красить, да, и отбеливает, убирает краску, как мы с вами говорили, что остановка любой работы, остановка любой, как бы, силы творения, она также рассматривается как элемент творения. Да, вот, потому что каждому творению Всевышний говорил, каждому творению Всевышний говорил, хватит, да, вот он говорил, китов хватит, очень хорошо, хватит, достаточно, вот, это то, что нужно, ограничивал силу, потому что изначально любая сила Всевышнего, она бесконечна, да. И вот отсюда мы можем перейти к еще одной, можем перейти еще к одной работе, да, гощащий огонь и разжигающий его, да. Очень интересно, что, скажем, электричество, да, оно, по многим мнениям, оно запрещено только мудрецами и не относится к запрету Торы. Почему? Потому что, с точки зрения Торы, огнем называется то, что имеет, как бы, материальный объект, говорят, огонь, который запрещен. Это есть уголь и есть огонь. Не обязательно уголь, есть какая-то материальная консистенция, которая конкретным образом, конкретным образом, скажем, видимым или понятным образом горит, да, вот, а не электричество, которое благодаря свет, который получается там уже из-за свечения газа, раскаленной нити и свечения газа, да. Есть тот объект, который, есть огонь, который связан с материальным объектом, дает тепло и дает свет, да. Это также отражает тот момент, то есть только такой, только тушение, зажигание и тушение такого дня, как то, например, свечи или спички, оно запрещено в субботу, но, опять же, по большинству мнениям, не электричество. Конечно, зажигание и электричество – очень серьезный момент в том плане, что, кроме тех запретов, которые существуют в Торе, существуют запреты мудрецов, и они очень серьезны, потому что они придают в субботе особый дух, да. Скажем, между нами малые токи, такие, которые есть в компьютере, на экране, которые есть в телефоне, трудно вообще представить себе, как они могут быть запрещены из Торы. Они запрещены, они запрещены мудрецами, да, вот, запрещены мудрецами, и понятно, почему. Значит, тот, кто соблюдает субботу, он понимает, что если он начнет пользоваться телевизором, компьютером и так далее, то его суббота нарухнет просто, да, разрушится, вот, поэтому запреты мудрецов, они крайне-крайне также необходимы. Но мы, говоря о сути, как бы, вещей и пытаясь найти смысл этих запретов, мы с вами выделяем вот этот огонь, который запрещен из Торы, огонь, который связан с материальными объектами, да, конкретно, видимо, потому что, скажем, свет, который не связан вот так вот конкретно с материальным объектом, он не производится материальным объектом как в результате горения, да, у него нету подобия вот этого творению светил, возникновению света, возникновению огня, творению огня, который, который есть в мире, да, вот, и мы с вами видим здесь также, что есть действие, и есть противоположные ему действия, разжигающий огонь, да, как бы, подобие созданию светил, и гасящий, ограничивающий эту, ограничивающий эту силу, да. Можно вопрос, Радзе? Да, пожалуйста, да. По поводу газа, я правильно понял, что горение газа не считается огнем, что ли, Аллахите? Нет, я бы сказал, я бы сказал, что оно, да, считается огнем, потому что все-таки есть здесь материальный объект конкретный. Горение неоновой лампы, да, это, горение неоновой лампы, это другое дело, потому что здесь не происходит там, скажем, конкретного такого сжигания, уничтожения материального объекта, когда мы можем сказать, что, скажем, огонь, тут явно происходит там выработка энергии огня из материального объекта. В неоновой лампе я, честно говоря, там не совсем понимаю, скажем, не совсем знаком с физическим процессом или химическим процессом, который происходит, но в любом случае здесь нет такого, вот, когда есть топливо, которое прогорает, да, топливо, которое прогорает, и поэтому здесь можно говорить только о запрете, о запрете мудрецов. Первый, кто ввел запрет на электричество, был Хазон Иш, это Раф Карелец, это начало, самое начало 20 века, он как бы соотнесся с этой проблемой и так довольно категорично ввел запрет на электричество. Кстати говоря, он ввел запрет на электричество не как зажигание огня, тоже, скажем, да, а как подобие строительства, то есть человек замыкает цепь и создает некоторые, скажем, элементы, элементы строения, элементы чего-то нового, того, что встроено там в дом и так далее. Можно, скажем, не упираться в эти подробности, потому что в любом случае это, скажем, поиск того, как запретить электричество, по какому поводу запретить электричество, поиск очень правильный, я бы сказал, вот как мы видим, да, но в любом случае это запрещено мудрецами, и запрещено не как зажигание, не как зажигание огня, Рав Карелец вообще решил как бы это сделать как строительство, как замыкание цепи, да, как элемент, который строен в стену, и там что-то строится и так далее, да. Вот. Нам важно, что даже запрет мудрецов, это не запрет зажигания огня, это для нас, как бы, нам интересно для того, чтобы понимание смысла, да. Вот. Теперь, скажем, да, у нас есть такие работы, которые, которые относятся к шитью одежды, как выделывающие его кожу, выглаживающие ее, разделяющие, разрезающие ее, да. Вот. Тут не нужно забывать такой момент. Опять же, мы сейчас с вами попробуем поднять, поднять этот ковец, да. Не нужно забывать такой момент, да. Вот. Да. Да. Тут говорится так, при создании женщины, мы понимаем, что создание женщины – это продолжение творения, это происходит шестой день, да, и то, что после шестого дня, то, что в седьмой день там ничего как бы не происходит, а после седьмого дня – это уже не творение. А вот все, что происходит в шестой день – это продолжение творения, присаждание, да, и отстроил Бог в сторону, которую взял у человека, чтобы ему быть женой, и привел ее к нему, к человеку, да. Вот. А что, да, что еще здесь нам важно? Что еще нам важно здесь? Что, ну, скажем, зацепимся вот за этот момент. «Сделал Господь Бог для Адама и для его жены платье накоженное, как приведено уже здесь по-русски, да, и облачил их, да, создание одежды для человека, мы видим, это также происходит в шестой день, да, потому что в шестой день Адам, в конце шестого дня, Адам изгоняется из Ганедан, и вот это шитье одежды, оно тоже относится к творению, да, поэтому на этом все шитье одежды, и то, что Всевышний шьет, и зашивает, и то, что он зашивает кожу, это можно отнести к тому моменту, когда он закрывает плоть Адама при создании хабы, и все остальные элементы одежды к моменту создания одежды, когда он создает для Адама, подобием этих действий является вот запрет шитья и других моментов, связанных с созданием одежды. то, на чем я хотел с вами остановиться, думаю, что, скажем, да, идея, она такова, что если даже мы с вами как бы не все поняли, если мы не разобрались все с вами элементы, которые есть, работы, прототипы работ, которые есть в Мишне, да, то одно понимание смысла субботы, да, как бы направленности мысли галактической при создании, скажем, можно есть так, или направленности мысли Торы при введении запрета субботних действий, я надеюсь, что это очень нам многое дает, мы начинаем с вами понимать, что суббота по своей идее, да, это не просто отдых, да, или она может, она может не быть, не быть отдыхом, да, по тем или иным причинам, с точки зрения Торы, не по мундельцам, а с точки зрения Торы, но есть определенные действия, которые могут быть нетрудными совершенно, которые запрещены, потому что они даны, или, скажем, как в них Тора видит такую проекцию духовного мира на материальный мир в том плане, что эти действия, которые запрещены в субботу, они подобны тем, подобны, являются подобием, некоторым подобием тех действий, которые совершал Всевышний, преобразуя материю для того, чтобы создать мир, который мы сегодня видим перед собою. Окей, да, и один из моментов, на которых я хотел с вами остановиться, очень интересный, на мой взгляд, да, это пишущие две буквы и стирающие для того, чтобы написать две буквы. Стирающие мы как бы с вами понимаем, что если есть работы писать, то есть и работы стирать, просто разрушение никогда не является субботним запретом, просто разрушение, скажем, как приводится у Рамбама, Маймони, например, разрушение по какой-то злобе, или даже если человек этого не нужен делать, конечно, никогда, ну, допустим, человек сделал из злобы, из какой-то ревности, ненависти, разрушил что-то, это не является нарушением субботнего запрета. Опять же, понятно, что это не нужно делать. Если человек разорвал на себе одежду в знак траура по Рамбаму, это также не является нарушением субботы, потому что просто разрушение, оно не рассматривается как созидательное действие, а вот разрушение для того, чтобы построить потом, оно рассматривается как созидательное действие. И то же самое здесь с написанием букв, не просто стирающие буквы, пишущие буквы и стирающие для того, чтобы написать две буквы. Вот, очень интересно, пишущие две буквы, мы сейчас с этим постараемся соотнестись. Нужно сказать, что, нужно сказать, что део райто с точки зрения Торы запрет писать и стирать относится только к ивритским, к ивритским буквам. Буквам на другом языке такого запрета нету. Если вы помните, естественно, он введен мудрецами, естественно, это никто не делает и никто не будет даже там расписываться на каком-то документе не ивритскими буквами. Безусловно, субботу это никто не будет делать, и в этом есть запрет мудрецов. Вот, и сам-сам в себе пишущий инструмент, он является мукцем в субботу, то, что не следует брать. Однако мы видели с вами Шухана Рухи в законах о субботе, что Шухана Рух разрешает подписать документ в субботу, если это документ о покупке земли в земле Израиля. Он разрешает подписать документ не ивритскими буквами, потому что письмо не ивритскими буквами, это запрет мудрецов, а запрет мудрецов не может стоять там или, скажем, не может мешать исполнению заповеди доу-райта, заповеди, заповеди, которые вытекают непосредственно из Торы, а приобретение земли в земле Израиля является заповедью, которая вытекает непосредственно из Торы. Это само по себе очень интересное заявление Шухана Руха, а для нас это важно, что мы вот сталкиваемся с такой интересной работой «Писать две буквы». Оказывается, что это является каким-то самим по себе моментом созидания, и именно это связано с ивритом, а в дальнейшем мы можем попробовать посмотреть, почему именно с двумя буквами. Формально, как мы с вами говорили, как все законы учатся из Мишкана, из создания переносного храма, там буквы нужны были для того, чтобы соединить рядом стоящие доски. Знаете, что при сборке, даже если там одинаковые элементы, то все равно стараются всегда поставить рядом и соединить те элементы, которые уже были соединены вместе, и не переставлять их на другое место, даже если они взаимозаменимы. Так и в Мишкане, для того, чтобы построить из досок, которые соединяются друг с другом, жалко, я не взял картинку, но в следующий раз, чтобы сейчас не искать, доски, которые ставятся друг с другом, соединяются друг с другом, на них были написаны буквы, и для того, чтобы понять, какая доска с какой соединяются, и не переставлять их на другое место, потому что они уже подобны друг другу. Почему две буквы в этом плане формально? Потому что у доски две стороны. На одной стороне писали одну букву, и такую же букву писали на другой доске, которая к ней подсоединяется, а на другой стороне этой доски писали другую букву, и писали такую же букву на соседней доске, которая присоединяется с другой стороны. Поэтому мы видим, что для того, чтобы поставить доску, нам нужны две буквы, эти буквы время от времени, они были, во-первых, написаны сразу, потом они время от времени обновлялись, писались, если они стирались. И вот написание двух букв формально, оно выводится вот из этого момента, написание двух букв на досках, с одной стороны доски и с другой стороны доски, из которых складывались стены Мишхана. А если подходить к этому неформально, то мы можем с вами проникнуть как бы в тайну Торы и увидеть, что Тора нас здесь выводит на очень интересный момент. Она нас выводит непосредственно от самого творения, как бы, да, а выводит нас на уровень плана творения, когда Всевышний как бы составлял чертежи творения, составлял чертежи творения, намечал план творения, но, скажем, в плане идей. Какая идея должна быть заложена в каждом и каждом месте? Мы понимаем с вами, что, скажем, у всего, что существует на свете, есть свое предназначение, и у всего, что существует на свете, поэтому, если так можно сказать, есть имя. Имя указывает на предназначение. И вот определить цель, когда уже все поставлено на свои места, когда всем приданы какие-то силы определенные, определить цель дальнейшего развития, дальнейшего, как бы, направления творения, это, оказывается, тоже является созидательным процессом, который был один из моментов творения. И, если вы помните, он был возложен на Адама. Всевышний привел к Адаму животных, и Адам давал животным имена. То есть, скажем, имена эти были не случайны, они соответствовали замыслу Всевышнего. Задача человека была проявить то, что Всевышний заложил в это животное. На мидраж говорит нам, что и не только животным, но и всем элементам творения. Адам давал имя, и даже он дал имя самому себе, и дал имя Всевышнему. Так рассказывает нам мидраж раба. То есть, когда Адам давал имена всему-всему творению, он определял и цели, и функционирование, и характер созданного, как бы не определял, а выявлял, да, придавал этому окончательные такие черты своим видением, своим пониманием. Он придавал такие окончательные черты всем таким функциональным моментам каждого творения. А Всевышнему они, конечно, были заложены изначально, да. И вот, вспоминая о том, что человек давал имена, и что именно имя определяет цель, да, мы понимаем, почему две буквы, почему с точки зрения Торы написание одной буквы на листе, скажем, да, вот, оно еще не является нарушением субботы. Опять же, подчеркиваю, что никому в голову не приходит писать и одну букву, потому что и сама по себе ручка является мункцией, естественно, что мудрецами запрещено писать и одну букву, вот. Но опять же, мы говорим о характере запрета, который вытекает непосредственно из Торы, да, и запретом, нарушением, скажем, Торы является написание двух букв, да, то есть имени, потому что имена, если даже они состоят из трех букв, очень часто две буквы являются определяющими, а третья дополнительными. Даже есть, мы знаем, что в иврите трехбуквенный корень, но есть теория, скажем, скажем, у Ивана Эзре, который занимался много языком иврит, у него есть теория, что на самом деле корни, они двухбуквенные, две буквы определяют слово, третья какой-то дополнительный характер, да, вот, все это я говорю для того, чтобы понять, почему именно две буквы запрещено писать, да, то есть две буквы дают имя, и это является подобием той работы, которую делал Адам, как соучастник творения, скажем, вместе со Всевышним, проявляя предназначение каждого творения, да, и вот, если есть желание, то я могу остановиться на секунду, и если нет, то мы с вами возьмем тогда следующий этап. Давайте мы на секунду, может быть, остановимся, да, вот я вижу вас всех, и если есть какие-то вопросы, я готов пытаться ответить, но если нет, то мы перейдем к нашему... Да, есть вопрос, Радзеев. Да, пожалуйста, да, да. В чем разница между написанием и произнесением букв, вот, в аспекте творения? Мы знаем, что и Ашем произносил, и Адам произносил, когда давал имена животным, но запрещено именно писать. Замечательно, да. Вопрос замечательный. Не запрещено кому-то там, скажем, дать новое имя в субботу, хотя это, как правило, не делают в субботу, но и ребенку можно дать новое имя, скажем, когда, если Бритмила приходится на субботу, то дают ребенку имя, да. Да, честно говоря, я немного затрудняюсь, немного затрудняюсь сказать, да, в чем тут, в чем тут дело, да. Вот я подумаю, скажем, да, но мы с вами говорили, что речь идет о каком-то подобии работ. Мне сейчас трудно сказать. Возможно, слово, слово Адама, оно было более, более действенным, чем наше слово. Оно находило непосредственное отражение в материи, сразу же проявлялось в материи, давало какой-то, накладывало свой отпечаток на творение, проявляло какие-то его черты, да. Наше слово не обладает таким действием, и я бы сказал, как бы, по крайней мере, примерно, предварительно, что вот такой отпечаток, скажем, какого-то имени, да, на материи мы можем сделать в наше время только рукой, но не словом. Поэтому Писание было выбрано как подобие давания имен, да, как подобие давания имен, более похоже на то, что делал Адам, если так можно сказать, вместе со Всевышним, чем то, что мы, чем то Писание более похоже на то, что делал Адам, чем наша речь непосредственная. Я бы вот так сказал, да, предварительно хотя бы, я подумаю еще. Окей. Должен сказать, что замечательный вопрос, просто это то, что я вам говорю, что наши работы – это совместное творчество. Что-то еще хочется спросить? Окей. Тогда мы с вами возьмем, на мой взгляд, очень интересные моменты, которым вы меня спрашивали. Вот по такому, скажем, случаю, по такому случаю мы с вами посмотрим ивритские буквы, постараемся понять тот смысл, который заложен в них, да, и тот смысл, который заложен в каждой букве. Не берусь, как бы, не берусь посмотреть сочетание букв, что они дают, какое действие они, скажем, производят, но, по крайней мере, каждую букву отдельно, да, какая идея мне заложена, мы с вами попробуем тоже посмотреть. Все, не все, не знаю, как получится, но, по крайней мере, с идеей мы познакомимся. Так, теперь берем демонстрацию экрана, я нажимаю, опять возвращаюсь к ней, то, что у нас есть, я закрываю, да, и беру другой материал визуальный, который я для вас приготовил. Вот, открываем мы с вами вещь, весьма и весьма для вас знакомый, но в то же время, который мы можем обсудить, еврейские буквы, да. Я надеюсь, что мы... Покрупнее сделаем. Покрупнее, обязательно. Вот, берем увеличение и вот, да, скажем, таким образом, да. Теперь, что мы с вами здесь видим? Мы знаем, что для написания Тора используется шрифт, который называется Тора, Мезузот и Тфилин, используется шрифт, который называется Ашурии, не следует переводить это как ассирийский, а ясный шрифт, который был введен, я просто напоминаю, мы говорили с вами, который был введен при возвращении из Вавилона. Что значит введен? Говорят, что на этом шрифте, трактат Шаббат тот же рассказывает нам, что на этом шрифте были даны первые скрижали, но когда Маше разбил их, то следующие скрижали, на которых были написаны буквы, они уже были написаны тем шрифтом, примерно, которым мы пользуемся сегодня на письме, круглый шрифт, как говорят, на Ктафаголь, и этим шрифтом сыновья Израиля пользовались на протяжении первого храма, на нем были получены скрижали, и он использовался для письма, записей, документов, во всех, во всех, и Тору писали этим шрифтом при возвращении из Вавилона, как пророчество Даниэлю, шрифт был заменен, заменен и Эзра Асуфер, Эзра, как мы говорим, книжник, а лучше бы говорить, писец, да, то есть тот, кто пишет Тору, он заменил все Торы и написал их новым шрифтом. Это, отличие этого шрифта от круглого шрифта заключается в том, что буквы, написанные этим шрифтом, они несут в себе определенный смысл, очень глубокий, его можно обсуждать, и как бы бесконечно, смысл очень глубокий. и, скажем, мы понимаем, что, скажем, Рав Кук подчеркивает, что душа как бы наполнена буквами, и мы можем представить себе, в каком смысле душа наполнена буквами. У души есть прямая непосредственная связь со Всевышним, а у этой прямой непосредственной связи есть каналы. Каналы, они самые разные, да, и все они восходят куда-то, вообще они восходят куда-то к моменту творения, указывают на самые разные, скажем, аспекты творения, или на аспекты связи духовного и материального мира, соотношения духовного и материального мира. Есть разные, есть разные варианты написания букв с определенными отличными. Отличными мы взяли с вами шрифт, шрифт Резаля, который идет от, идет от Резаля, да, вот это, скажем, это его шрифт, который имеет свои определенные, определенные особенности. Мы знаем, что, как бы, да, везде по Аризалю, везде, где у, где элементом буквы является, является буква Зайн, да, там, везде, над буквой, три такие черточки, которые называются Тагин, да, в Бетт также есть, потому что у нее, скажем, есть своя особенность, есть Бетт, но, в принципе, и в Далит, и в Эй, да, наверное, это я, как бы, так, несколько променчиво сказал, что это только там, где, но, в принципе, там, где есть Зайн, как мы видим, там обязательно будут три черточки, да, где элементом буквы является буква Зайн, там обязательно будут три черточки над, над буквой, да, тогда буквы Хэд нету Тагина. Буквы Хэд, у нее, у нее есть, это очень хорошо, у нее есть своя особенность, замечательно, мы оставим этот вопрос на будущее, надеюсь, он сам решится, буква Хэд, у нее есть нечто, но у нее эти две, как бы, две буквы Зайн, они соединены здесь вместе, да, то есть у нее есть своя какая-то проблема, которая съела эти три точки, мы понимаем, что эти три черточки, они дополняют Зайн, которые по дема 3,7 дополняют до 10, да, и, скажем, да, если белый, белый, белый клав, белый пергамент, скажем, да, Торы, он символизирует бесконечный свет, то буквы символизируют каналы, по которому, скажем, этот бесконечный свет, несколько там, скажем, сжатый, сжатый, если так можно сказать, он проходит в этот мир, а эти черточки, они символизируют такую крепкую, крепкую связь вот этих каналов с бесконечным светом, да, и там, где есть число 7, они как бы достраивают его до 10, это предварительно, может быть, мы дальше на этом, дальше на этом остановимся, когда нам в, когда нам в трактате Миноход рассказывают о году, о том, что Раби Акива выводил голохот, выводил множество голохот из чубчика, который над буквой йод, да, то мы понимаем, о чем идет речь, как можно вывести голохот из чубчика, на который над буквой, над буквой йод, мы просто понимаем, что нам говорят о направленности мысли Раби Акива, да, что буква йод, она как бы, опять же, предварительно, она как бы символизирует, как бы, точку начала, первую точку, с которой начинается творение мира, и у нее есть указание, что, скажем, мир развивается, идет, все вытекает из первой точки, но она не самостоятельна, она, как и своими корнями, если так можно сказать, уходит в бесконечный свет, и когда нам говорят, что Раби Акива вводил множество голохот из этого чубчика, который над буквой йод, мы понимаем, что его направленность в смысле была в том, чтобы в голохе отразить присутствие бесконечного света в нашем, бесконечного света в нашем мире, голоху может строить тоже по-разному, исходя из одного духовного мира или другого духовного мира, исходя из одного духовного света или другого духовного света, он хотел привнести, скажем, голоху, скажем, отразить в голохе присутствие в нашем мире бесконечного света, это то, что говорится об особенностях Раби Акива, когда он выводил голохот из чубчика, который над Ю. Но давайте для того, чтобы представить себе, для того, чтобы представить себе, о чем идет речь, может быть, мы зацепимся за какие-то буквы, да, вот, и попытаемся представить себе их. Давайте, вот, я думал, с чего начать, ответить, но, наверное, мы начнем с буквы Йод как раз, да, и мы можем задаться таким вопросом, скажем, да, какая буква в алфавите является первой, да, вопрос не такой простой, потому что на вещи можно посмотреть на по-разному, и в каком-то смысле буква, в каком-то смысле буква Йод, да, она, она является у нас является буквой, является буквой первой, в том смысле, что она как бы отражает начало творения мира, выше нее будут как бы буквы, которые больше относятся к идеям, а ниже ее будут буквы, которые относятся больше к материальному миру, да, и вот это такая первая точка, из которой творится весь мир, она сама по себе как бы сотворена из ничего, а из нее уже все творится остальное, потому, ее название Йод, да, оно тоже очень, оно тоже очень о многом рассказывает и очень о многом говорит нам, да, Йод, да, и это буквы, которые есть в слове Ди Йо, чернила, да, то есть как бы она образно говоря, те чернила, которыми из нее вытекают все чернила, которыми пишется мир, да, так же, как из этой точки сотворены и все остальные элементы, все элементы творения сформированы, так же можем представить себе образно говоря, что вот первая точка, она является источником, как бы источником для привнесения всех идей в мир, формирования всех идей, то есть как бы это чернила, которыми пишется пишется Тора, да, йод и дьё, так же, да, йод, да, если пропустить букву Вав, которая часто выпадает, оно очень, то получается у нас слово яд, слово рука, да, мы понимаем, что как бы через первую точку, через, если так можно сказать, образно соприкосновение с бесконечностью, да, вот, а кстати говоря, мы с вами каждый день говорим, что Всевышний постоянно творит мир, да, и более того, он творит начало, да, постоянно творит начало, можем представить себе, что творение мира, оно происходит как бы в каком-то смысле происходит постоянно, эта точка в каком-то смысле возникает постоянно, или, да, Всевышний держит весь мир в своей руке, да, вот, в своей руке, да, а может быть, может быть, в своих, в своих руках, да, вот, держит мир в своей руке, в своих руках, и если он отпустит его, то весь мир исчезнет, то есть, или иными словами, Всевышний постоянно творит, мир постоянно создает, создает, решит, создает начало, и творит из него весь мир, и таким образом весь мир держит в своей руке. Это то, что мы можем представить по поводу буквы «йод», да, значит, с одной стороны она указывает, что как бы до начала есть еще какое-то начало, да, что точка не возникла сама по себе, что у нее есть начало, если, скажем, условно сказать, что она материальна, то у нее есть некоторое духовное начало, да, и из нее как бы все идет и развивается, да, весь мир идет из нее и развивается. Это рисунок, это рисунок буквы «йод», да, очень интересно представить себе, что в, скажем, символике, если так можно сказать, в каббалистической символике, условно говоря, буква «йод» является символом, символом бесконечности, да, потрясающая вещь, что точка, она оказывается, она оказывается бесконечно, можно сказать, что такая же, скажем, такая же, и, скажем, да, если представить себе образно точку, возникшую в бесконечном свете, то можно, оказывается, что точка, она не, не менее сильная бесконечность, чем та бесконечность, которая ее, чем та, которая ее окружает, да, точка, и поэтому, или не поэтому, а как бы по природе вещей, точка считается выражением бесконечности, и это нам будет очень важно, да, потому что мы увидим, что буква «йод», она входит в состав многих букв, и поможет нам понять эти буквы, если мы будем помнить, что она по-самам себе выражает бесконечность, выражает такую прямую, непосредственное, прямое, непосредственное соприкосновение с бесконечностью, самое емкое, самое большое, как бы, как бы, начало всех, начало всех начал, да, вот, это то, что мы можем сказать с вами про букву «юд», которая в каком-то смысле является первой буквой алфавита, да, вот, я сейчас все-таки остановлюсь на секунду, и спрошу вас, да, спрошу вас, что понятно, а что непонятно, что хочется уточнить, или что хочется даже добавить. Окей, хорошо, если все понятно, то в оставшееся время, немногое, мы попробуем с вами разобрать еще одну букву, которая, которую принято считать первой буквой, алфавита, которую принято считать первой буквой алфавита, да, вот, это, как вы понимаете, буква «Алиф», вот, и давайте поговорим о ней, да, то есть мы взяли с вами в каком-то смысле первую букву, а теперь мы возьмем ту букву, которую принято считать, да, буква «Алиф», ну, можно так сказать в полушутку, она потому первая буква алфавита, что в ней отражена идея творения, да, если «Юд» это начало творения, да, что-то подумали, что-то спланировали, потом раз, такой удар, начало творения, да, «Алиф» это, оно принадлежит к миру мысли, к миру планирования, к миру того, как задуман был мир и что является целью его творения, да, и мы с вами говорили, да, вот я уже начинаю сомневаться, правильно ли здесь, точно ли здесь отображено то, что является то, что является системой написания Аризаля, да, потому что я просто взял из интернета и, может быть, здесь не совсем верно отражено, я скажу, в чем проблема, да, здесь мы видим, когда мы смотрим на Алиф, мы видим с вами «Юд» как элемент Алиф, да, и «Юд» перевернутая, у Аризаля, да, «Юд» не перевернутая, она стоит как бы так же, как бы это «Юд», как бы отражение этого «Юд» здесь, да, вот, может быть, здесь просто не дописано, вот этот кончик не дописан, он как бы должен уходить вниз, обычно, значит, мы видим, что это «Юд» наверху и это «Юд» внизу, они как бы отражение не зеркальное даже, а просто просто чистое подобие одного и другого, ну, представим себе, что две одинаковые буквы «Юд» написаны вверху и внизу, а между ними стоит разделительная, между ними стоит такая разделительная черта «ВАВ», да, и эта буква является просто, просто рассказом, да, Всевышний хотел хотел сотворить хотел сотворить подобие той бесконечности, которая как бы есть наверху, условно говоря, он хотел сотворить бесконечность бесконечность внизу, да, для того, чтобы между ними была связь, они вели диалог, но не прямой диалог, не напрямую сливались, а вели диалог через, вели диалог через перегородку, да, вот у нас есть бесконечность наверху, есть точно такая же бесконечность, как бы ее отражение этой бесконечности в низу, да, между ними перегородка, нет прямого соединения, соединение такое косвенное, да, и вот таким образом они стоят как бы и ведут диалог, и как мы с вами говорили, подобные понимают подобного, и только тот, у кого, скажем, в, скажем, у кого в душе есть, по крайней мере, какой-то элемент бесконечности, он может понять, он может понять Всевышнего, который уж точно бесконечен, да, вот, и таким образом Алиф у нас получается, как, скажем, да, заявление о том, или, скажем, первый момент, который был задуман, да, это разговор с себе подобным, да, разговор, может быть, несколько скрытый, да, никогда не открытый полностью, никогда нет полного слияния, всегда есть перегородка, но это диалог двух подобных, которые понимают друг друга, подобие, основа этого подобия это бесконечность, которую выражает буква Ют, да, вот, теперь, теперь название буквы Алиф, да, опять же, мы возьмем то, что надо, можно взять, вы в научном материале найдете совершенно другой какой-то подход, но это неважно, мы возьмем по смыслу, нас интересует мысловой подход, а не научный подход, да, Алиф от слова Ле-Алиф, да, в современном языке, в языке это дрессировать, но в принципе это учить, обучать, да, и вот мы понимаем, что с буквы Алиф начинается обучение, из нее вытекает все обучение, но и как мы можем представить себе смысл всего обучения нам тоже понятен, смысл всего обучения это то, чтобы был диалог для того, чтобы найти подобие бесконечности, скажем, внизу, в нижнем мире и вести диалог с той бесконечности, которая как бы находится над перегородкой, да, это Алиф, это учить, да, если слово Алиф написать наоборот, да, переставить буквы наоборот, в обратном порядке, то мы получим слово Пели, чудо, да, оно намекает на то, что есть, есть мир сотворенный, как бы он, условно говоря, он начинается с буквы Ю, есть мир идеи, да, он начинается с буквы Алиф, да, но не как бы и на букве Алиф мир идеи кончается, если идти в обратную сторону, не все возможно понять, есть чудо, то есть то, что необъяснимо человеческому сознанию, человеческому сознанию и как бы лучше за букву Алиф не заходить, по крайней мере, не пытаться понять, что делается за ней, мы знаем, что такая идея существует с буквой Бет, как мы, может быть, многие, многие с вами, многие слышали об этом, что буква Бет, как бы указывает направление движения, с буквы Бет начинается Тора, Берешит, и как бы она указывает направление движения, говорит, что не нужно идти за букву Бет, не нужно идти до начала творения, да, это правильно, да, но вот как бы в таком капиталистическом разрезе говорится, что не нужно идти за букву Алиф, да, что там уже ничего не понятно, а вот еще куда-то проникнуть замысел Всевышнего, планы Всевышнего, об этом с точки зрения Каббалы можно еще и поговорить, да, вот, это буква Алиф, да, я пока пропущу букву, пока пропущу букву Бет, да, и вернусь с вами к алфавиту, потому что отдельно я не выписал, не знаю почему, сейчас мне трудно сказать, не выписал все буквы отдельно, наверное, думал, что мы не доберемся до них, да, мы с вами возьмем возьмем букву Гимель, да, а Бет не оставим в стороне, но просто нам сейчас удобнее взять букву Гимель, да, мы видим, да, что следующая, следующая идея, как бы, следующая, или с прыжком через Бет, да, это идея того, что, так сказать, верхняя бесконечность, она скрывается, да, ее нету, она как бы исчезла, да, есть, осталась только нижняя бесконечность, верхняя, верхняя, если так можно сказать, верхняя бесконечность спрятана, она, может быть, зашифрована в той же самой перегородке, которая из буквы ВАВ превратилась в букву ЗАИН, да, но тем не менее в прямом, непосредственном виде, скажем, это верхняя бесконечность, верхняя точка, она исчезла, осталась только нижняя точка, да, и мы там мы проникаем в план Всевышнего, да, он как бы говорит, я создам мир, да, но я скрою себя для того, чтобы человек, для того, чтобы человек искал меня, да, вот у него, у него останется ощущение, что есть, есть творец этого, есть творец этого мира, да, но я хочу, чтобы был такой момент, когда человек будет искать не только через ощущение, как бы внизу, что есть, да, что он захочет выйти на диалог, который, который был раньше, который был изначально, да, вернуться, как бы от буквы Гимель вернуться к букве Алиф, да, вот, еще пару шагов, и мы с вами остановимся, да, как, вот, чтобы не было, да, чтобы не было переполнения памяти, как в, как в компьютере, да, вот, остановимся, попробуем о чем-то еще поговорить, тоже потом повернуться к этой теме. Теперь мы видим Далит, да, Далит, оно символизирует исчезновение и этой, исчезновение точки внизу, исчезновение ощущения, которое есть у человека, что в мире присутствует бесконечность, да, но, поскольку невозможно совсем без такого, без такого ощущения, то Далит, оно рассказывает нам о подсознании, об ощущении этого такого явного и четкого ощущения, что есть бесконечность в мире, есть единое начало в мире, да, оно переходит на уровень подсознания, да, если не случайно буква Далит, она является буквой Тфилин, которая, буквой Тфилин того узла, узел Тфилин, который оказывается на затылке человека, когда он надевает Тфилин, этот узел завязывает в форме буквы Далит, да, подсознание, задняя, как бы, сторона сознания, если так можно сказать, образно сказать, да, в чем здесь дело? Дело здесь очень глубокое. Далит это, Далит это дверь, да, если Гимель это Гадер, это какое-то ограждение, да, то Далит это, Далит это дверь. Дверь в каком смысле, да, как объясняют нам мудрецы, у нее, у Далит есть цир, как это сказать, петля, да, петля находится здесь. Мы тогда можем представить себе дверь не просто дверь, открывающаяся и закрывающаяся, как в доме, а такую вращающуюся дверь, как в гостинице, да, она идет и вращается, да, и вот моменты, моменты этого вращения есть, скажем, какие-то моменты зазора, да, того самого зазора, который выводит нас на бесконечность, бесконечность обязательно должна присутствовать в этом мире, и если мы ее не осознаем, то она влияет на наше подсознание, проникает в этот мир, так скажем, проникает в этот мир, как мы знаем, 25-й, 25-й кадр, там, да, скажем, да, есть такой прием в рекламе, когда через 24 кадра вставляется 25-й кадр, который глаз человека не видит, но он тем не менее влияет на влияет на него, или, да, то есть такое приоткрытие, постоянное приоткрытие на какое-то мгновение неощутимое, но которое присутствует в этом мире, оказывает влияние на человека, однако, к сожалению, не на его сознание, а на его подсознание, это далит, да, который говорит нам о незримом присутствии бесконечности, точка внизу как бы пропала, да, вот, но она обязательно, она обязательно присутствует незримо, также говорят, что это похоже, когда глаз человека, он на самом деле не видит молнию, молния, вспышка молнии, она за гораздо более короткое время, чем глаз может, чем мозг может отреагировать, и то, что человек видит, он на самом деле видит не молнию, да, а он видит отпечаток молнии на своей сетчатке, мозг читает то, что было, то, что отразилось на сетчатке, то, что было, как бы, да, и воспринимает это как зрительный образ, который существует, а молния сама по себе, она уже исчезла, вот так же можно представить себе, как бы, и вращение этой двери, когда приоткрывается она на мгновение, на мгновение, которое человек на уровне сознания не может воспринять, но она воздействует на человека, если мы перейдем к букве A, на которой мы сейчас с вами и остановимся все-таки, да, то мы увидим, что результат постоянного этого вращения, что вновь проявляется как бы бесконечность, проявляется в ограниченном мире, она как бы появляется еще сама по себе, оторвана от всего остального, и ее как бы нужно будет ее найти связь со всем остальным миром, но вот она проявилась, да, как, скажем, в старое доброе время, когда кто-то, кто фотографировал на пленку и потом проявлял фотографии, да, то вот мы можем представить себе, что освещали, 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 и, наконец, проявилась эта точка, да, то есть мы поднимаем уже с вами чувства, мы пойдем дальше, и посмотрим, буквы есть, конечно, будет интересно, если вы захотите, скажем, если расширить это представление, то можем расширить его дальше, но я думаю, что в любом случае полезно представить себе смысл буквы, и как-то представить себе вот эту картину плана творения, когда буквы складываются вместе, они дают имя, да, то есть какое-то творение, наделенное определенной целью, да, но это в скобках, сейчас вернусь к основной мысли, дело в том, что мы представляем себе, да, что буквы рассказывают о связи души со Всевышним, скажем, эти связи могут работать одновременно, но когда мы читаем их как алфавит, мы видим, что они как бы, да, они превращаются в рассказ, да, четкого проявления бесконечности при творении мира, в начале мира, да, а потом постепенно ее скрытие с тем, чтобы человек сам нашел эту бесконечность, нашел ее в своей душе, нашел ее в окружающей природе, да, и потом нашел ее как, нашел эту бесконечность как Всевышнего, с которым он будет вести, с которым он вернется к диалогу, да, то есть мы понимаем, что вот это стремление ко Всевышнему, которое должно проявиться в душе человека, стремление, стремление такое самостоятельное, я бы сказал, да, оно является, является целью творения и заложено в плане творения, вот, здесь я хочу остановиться, чтобы не перегрузить, потому что, в принципе, таким вещам нельзя заниматься на такой скорости, как мы с вами, да, можно обдумать каждую вещь, обсудить, вот, но я очень надеюсь, что вы это сделаете самостоятельно, если возникнут какие-то вопросы, то мы с вами еще обсудим, вот я пока останавливаюсь и хочу спросить вас, есть ли какие-то вопросы в данный момент, я очень надеюсь, что, я очень надеюсь, что мы с вами занимаемся интересными вещами, по крайней мере, для меня очень интересно, если у кого-то другие, да, вот, пожалуйста, как раз можно вопросить, да, и буквы, а что можно почитать, я не слышал начала, извините, еще раз, еще раз, а вот по поводу шрифта, да, вы именно прочтите, что можно почитать, чтобы, так вот, в более тихой обстановке понять, вот, про то, что вы рассказывали, да, про алфавит, про букву, про йод, про вот это распределение на верхнем и нижнем, что вообще можно почитать? Очень хороший, очень хороший вопрос, есть, есть целый ряд книг, боюсь, что многие из них самые, как бы, такие конкретные, емкие, они не переведены на русский, на русский язык, и то, что я вам пытаюсь дать, да, это какая-то сумма, какая-то сумма, какой-то вывод, уже обработанный и доведенный до простоты материал, это не значит, что упрощенный, доведенный до простоты материал, которым, которым, к сожалению, я не знаю, я не знаю аналога в литературе, есть очень хорошая книжка, да, как вам сказать, это ведь очень все апроприотично, вот, скажем, да, есть книга «Отийодда Раби Акива», буквы Раби Акива, да, это целая работа, которая была типа Медрашав, в которой обсуждаются буквы с разных сторон, через пасуки, через стихи Торы, она была составлена где-то в эпоху Гаонов, да, это не значит, что в ней не отражено буквально учение Раби Акива, отражено просто тем языком, которым Гаоны сочли это нужным и возможным сделать, да, для того, чтобы прийти к какому-то, каким-то вот таким простым простым картинам, о которых мы сейчас с вами говорим, да, требуется большая работа. Если мы с вами сейчас начали некоторые вещи, которые я вам говорил, они есть вот в этой книге буква Раби Акива, вот ее Дараби Акива, но если бы мы с вами начали сейчас ее читать напрямую, мы бы с вами там просто ничего, просто ничего не поняли, да, поэтому вот момент, он такой, такой очень, очень сложный и проблематичный, что можно, что можно почитать. Есть книги, но опять же, да, большинство из них, я думаю, не перевезено на русский, вот, но проблема в том, что они как бы тебя очень аккуратно подводят к какой-то мысли и большей части не высказывают ее напрямую, эту мысль. Нужно понять, как, скажем, да, есть такие аспекты, вот наши мудрецы говорят, что там, скажем, на законы, не законы, а картину колесницы не объясняют ни одному человеку. Как говорят, не объясняют ни одному человеку? Говорят, объясняют, но тому, кто может понять сам, то есть говорят какие-то вещи, а человек понимает уже сам. На самом деле это форма, форма, скажем, так сказать, обучения, когда человек понимает сам, она распространяется на многие-многие на многие-многие моменты, да, то есть нужно из книги что-то вытащить, да, вот, скажем, я вытащил какую-то квинтэссенцию, собрал для вас, да, дал вам, это не значит, что я сделал все, дальше вы можете, дальше вы можете сами как-то подумать и найти какие-то ассоциации в плане того разговора, который мы с вами здесь, так сказать, проговорили, вот, насчет литературы я постараюсь подумать, что можно, что можно рекомендовать, потому что есть вещи существенные, есть разговор, скажем, вокруг и около, из которого ничего человек не может получить, кроме там ощущения, что, ну, да, что-то очень умное тут написано, да, я подумаю, какую реальную литературу вам рекомендовать. Очень бы хотелось, просто потому что то, что вы объясняете вроде интересно, но взгляд такой не очень привычный и просто ходим в какую-то основу, что было бы хорошо к этому. Если, вот, если мы с вами будем заниматься привычными, стандартными вещами, мы с вами никуда не придем, или придем туда же, да, а та точка, в которой мы сегодня, как бы, находимся, в среднем, я не говорю про всех, и так, я говорю в среднем, вот, я не думаю, что она удовлетворительна, как бы, да, вот, поэтому, вы очень хорошо говорите, да, непривычно, да, надеюсь, что все, что мы с вами делаем, это непривычно, и в пладе, и в пладе Талмуда, и в плане того, скажем, изучения листа Талмуда в день, о котором я с вами говорил, и в плане пророков, я очень надеюсь, что это непривычно, вот, так, что реакция очень для меня, как бы, скажем, положительная, непривычно, и, вот, предлагаю материал, который мы с вами проходим, обдумывать самостоятельно, а по поводу вспомогательной литературы, я очень-очень сильно подумаю, что вам дать такое, что не уведет вас куда-то в сторону, вот, а продвинет вперед, окей, пожалуйста, если что-то... Добрый вечер, у меня вот как раз в плане обдумывания материала, понимаете, в любом случае захочется переслушать ваше объяснение, может быть, это как-то в отдельную запись выделять, чтобы, ну, можно было подумать и послушать, если буквы будут в конце урока отдельно, может быть, в отдельную запись их выделить? Ну, во-первых, мы поставим урок, во-вторых, я учту то, что вы говорите, то есть, как бы, развить в эту в отдельную тему, хорошо, да, вот, хорошо, постараюсь, да, постараюсь развить в отдельную... да, да, кто-то еще что-то хотел сказать, да, вот, хорошо, постараюсь, постараюсь учесть ваше замечание, да, но в любом случае я очень надеюсь, что урок этот будет доступен и послушать еще раз, и, как вы знаете, у нас есть целый ряд каналов общения, вот, самый из них предпочтительный, это сайт, который Натан нам предстоит время предлагает, и мы, к сожалению, не достаточно интенсивно его используем. Окей, хорошо. Розеев, я говорила о том, что урок у нас же не только по буквам, правильно, да, а отдельно по буквам захочется послушать, я говорила именно об этом, что хорошо, мы... не в плане, что весь урок, конечно же, я знаю, где он, именно вот оконцовку по буквам, чтобы она отдельно как-то была, если вот, ну, это как пожелание. То есть вы имеете в виду присмотреть весь алфавит и сделать это как отдельной темой, правильно? Да, да, да. Вот, мы постараемся с вами уловить момент, как бы закончить ту тему, которую мы сейчас с вами начали, суббота, да, а потом, пожалуйста, в завершение ее все в наших руках, мы можем сделать и как повторы, и как обобщение, и как в исполнении того, что мы с вами пропустили, можем сделать отдельный урок по буквам, пожалуйста, конечно. Окей. Но при этом мне бы хотелось, чтобы мы с вами не уходили в мистику, а вся наша информация, она помогала нам, помогала нам жить, давала представление о том мире, в котором мы передвигаемся, будь он материальный или духовный, или связь между этими мирами, понимаете, да, вот, скажем, когда мы говорим о букве, как о каналах связи со Всевышним, которые существуют в душе, мне бы хотелось, чтобы это уже вот прямо так с нами осталось и помогало нам жить, да, что сознание того, что наша душа напрямую связана с бесконечностью и у нее есть разные, как бы, формы, как этот бесконечный свет привнести в мир, в себя и через себя пропустить в мир, мне бы очень хотелось, чтобы это ощущение, оно жило с нами, да, и мы передвигались, мы передвигались по жизни с этим вот ощущением, что у нас есть каналы связи со Всевышним или есть, так можно сказать, с бесконечностью. Окей. Хорошо. Давайте мы с вами тогда сейчас остановимся и вот жду ваших реакций на наш урок. Естественно, что тема очень трудная, не знаю, всем ли понятны, не знаю, всем ли интересны, вот поэтому хотел бы таких ваших корректирующих каких-то замечаний, предложений, буду очень рад, кроме того, чтобы обсудить то, что осталось непонятным или недоговоренным. Вот, всем большое спасибо за внимание, за напряжение умственных и даже сверхумственных способностей, вот, и я тогда прощаюсь со всеми, и большое спасибо Натану, который с нами всегда присутствует как незримый фон, поддерживающий нас. Спасибо. Вот, я тогда выключаю. Всего самого доброго. Спасибо, Равзеев. Было интересно очень. Спасибо. 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 Учту. Спасибо.